Бытие, 50 глава. Иосиф впал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим, врачам, бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря, если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так. Отец мой заклял меня, сказал, вот я умираю, во гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти похоронить отца моего и возвратиться. И сказал фараон, пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя. И пошел Иосиф хоронить отца своего. И пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской. И весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его, только детей своих и мелкий крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Горен-Гаатада при Иордане. И плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем семь дней. И видели жителей земли той Хананеи плач в Горен-Гаатаде. И сказали, велик плач этот у египтян. Посему наречено имя месту тому, плач египтян, что при Иордане. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им. И отнесли его, сыновья его, в землю ханаанскую. И похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем, собственность для погребения у Ефрона Китиянина, пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. И послали они сказать Иосифу, отец твой пред смертью своею завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали перед лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе, и сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. И так не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его, жил же Иосиф всего сто десять лет. И видел Иосиф детей у Ефрема на третьего рода, также и сыновья Махира, сыновья Монасиина родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф сто десяти лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok